Дорогие друзья, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу с вами обсудить тему и рассказать, как я удобряю фиалки, как скажу вам, скажем так, не секреты, а особенности полива и удобрения всех растений, которые есть у вас в доме. И в принципе эти правила такие, я бы не сказала это все секретами, это определенное правило полива, чтобы, допустим, к примеру, ваши фиалочки так красиво цвели, как удобрять непосредственно взрослые растения, как удобрять детки фиалок. И расскажу, покажу наглядно, как я развожу удобрения и что я делаю. Значит, начнем с того, что при поливе фиалок удобрением существует несколько очень важных правил. Самое первое правило это полив удобрением должен производиться на влажную землю. Это такой закон. Закон из всех законов. Потому что если вы произведете полив удобрением в нормальной концентрации на сухую землю, то, что вы обожжете корни, это просто стопроцентный результат. Под видео дам ссылку на ролик, где я рассказываю, что случилось, когда я пережила корневую. И что нужно делать в этом случае. В этом случае нужно пересаживать растения в свежий субстрат. Интересно. Приглашаю посмотреть. Ну а сейчас, как же правильно поливать. Значит, первое это влажная земля. Второе. Какое удобрение нужно использовать и какую концентрацию. Я считаю, и уже методом научного тыка, я определилась, что лучше всего для фиалок это удобрение в каждый полив. Ассоциация у меня прошла таким образом, когда я рассматривала вопрос о том, что, к примеру, есть в фитильном поливе, как девочки поливают и как они удобряют. Ну вот, как правило, на фитильном поливе, кто интересовался, то знает, кто не интересовался, расскажу, что на фитильный полив удобрение вносится в микродозу, в воду. И вот фиалочка светит и постоянно его пьют, вот эту микродозу. Поэтому у меня какая-то такая ассоциация прошла. И я решила попробовать. И на этих микродозах, вот в каждый полив, я остановилась для всех своих деток. Ну а для начала, почему я так считаю? Я считаю, что лучше, когда фиалочка равномерно и уверенно получает питание. А не так, как взяли, допустим, раз в месяц, мы туда бух, удобрение, а она такая, о, сколько много! И пока это всё съест. То есть, если мы каждый раз по чуть-чуть будем давать, ну это как питание. Мы же с вами кушаем каждый день, да, по чуть-чуть и всё, а не едим раз в месяц и много, правильно? То есть, такая же ассоциация и с фиалками. Если фиалочки кушают по чуть-чуть и фиалочки кушают каждый день, да, ну не каждый день вы поливаете. Вы поливаете, к примеру, детки там, по мере подсыхания, да, как поливать фиалки, как определить, что фиалку нужно полить. Я дам ссылку, опять же, посмотрите, пожалуйста. И кого интересует, кто не видел, тоже достаточно важная информация, особенно для начинающих. Конечно же, когда вы поливаете фиалочку в каждый полив с удобрением, микродозы, у вас получается замечательный рост растения, замечательный рост самой корневой листьев. Вы можете отрегулировать, вам чуть-чуть больше удобрять, чуть-чуть меньше удобрять. И как бы растения от этого абсолютно себя чувствуют прекрасно, им всегда хорошо. И я уже так, пообщавшись, разобщавшись с другими девочками, многие поливают, конечно, большую дозировку дают, тоже в каждый полив, но раз в неделю они удобряют фиалки. Ну, раз в неделю это практически каждый полив, понимаете? То есть тут нужно понимать, что такое, что фиалки по мере того, как подсыхает почва, проливаются удобрением. Поэтому, когда вы дали чуть больше дозировку, можно пересушечь корневую. И, конечно же, конечно же, если вы микродозы используете, шансы пережечь там просто нулевые. Конечно, если вы пересушили торф, вы обязательно сначала отпоили растения, а потом уже начали удобрять. Так, теперь еще очень важный момент по поводу удобрения. Я уже дозировку сказала, это микродозы, я чуть дальше покажу, как я это делаю. Очень важный момент, это следующий момент, когда вы пересаживаете растения. Вот, к примеру, вы взяли, пересадили фиалку. И вот в течение месяца, а то и полтора-два, ни детки, ни взрослые, ни стартеры, пока растение полностью не освоит земляной ком, пока полно корней не станет в самом стаканчике или в горшке. Вот, к примеру, как здесь, да. Вот много корешков, она уже пошла к концу, вот все у меня здесь в порядке. Вот, пока она не освоит корнями весь ком земляной, удобрять нельзя. Как правило, это происходит вот в течение, в течение месяца, зависимо от растения, да, и от условий, каких растений растет, потому что зимой медленнее растет, весной быстрее, летом вообще не растет, потому что жарко, да. То есть, учитывая вот эти все нюансы, мы смотрим, ага, корнями оплела стаканчик детка, корнями оплела, допустим, мой горшок фиалочка взрослая, все, можно удобрять. И в земле, вот в торфе, который вы свежий пересадили, хватает полезных веществ вот на эти месяц-полтора, это с головой. Потому что, если вы сразу по пересадке начнете удобрять, получается переизбыток. Переизбыток чреват чем? Не тем, что, да, может пожечься листовая пластина и корни, и будет так, не очень красивый вид. Но еще ее начинают крутить, слишком много удобрения, вот эти вот листочки, они подворачиваются из центра, которые растут, они не успевают разрастаться. И уже начинается вот этот процесс, когда вот просто коробит всю розетку, она забивается полностью в середину. И пока вот это все разрастется, пока пройдет процесс перенасыщения, да, пока она распрямится, это уже некрасивый и уже неопрятный вид розетки. Она не зацветает, а может начать цвести, эти цветоносы не будут вылазить из-под листьев, потому что листья закручены. То есть вот в удобрении к фиалкам, это я, к примеру, считаю, это лично мое мнение, я думаю, что многие со мной согласятся, что фиалку лучше не докормить. Понимаете? Потому что когда фиалка не докормлена, она какая-то вот более стойкая, более хочет цвести, более хочет и больше расти хочется. Ну, это вот такое вот мое наблюдение, которое я заметила. Если фиалка перекормлена, она вот, как правило, может жировать и не цвести, тоже бывает такой момент. Но опять же, вот в удобрении, в удобрении мы с вами начинаем удобрять месяц-полтора от пересадки в свежий субстрат. Это еще одно такое очень важное правило. Теперь, когда летом жара, мы не удобряем. Жара это 28-29-30. Процесс усвоения питательных веществ останавливается при 28 градусах у фиалок. То есть вы ее будете пичкать, а она не будет питаться. А когда уже пройдет жара, вот это вот количество азотных удобрений может вызвать того, что растение просто погибнет. И, к сожалению, да, у меня был такой случай, я загубила пару, не могу сказать сколько, достаточно много. Я загубила тем, что я посадила на лето и добавила сразу же в торф удобрения смокут. Пошел процесс разложения удобрения слишком быстро и растение пропало. К сожалению, отравление вот такое вот азотное, это тоже очень плохо и нужно это понимать и учитывать. Это не то, что я там жадина, не хочу, чтобы вы летом удобряли фиалки. Летом, когда жарко, фиалки не удобряются, потому что они это все не усваивают. Так, и следующий момент зимой, если у вас нет подсветки, если у вас температура, к примеру, 16 градусов или, допустим, даже 18, это уже предел на подоконнике, тоже не нужно удобрять, потому что, опять же, растение не растет, не развивается, оно затормаживается в росте, в развитии, и, соответственно, вы опять ее кормите, да, она не усваивает это из почвы. Приходит тепло, пошел процесс, слишком много азотных удобрений, опять же, тоже загнивание корневой, потому что многие считают, что корневая загнивает только из-за того, что я, допустим, там перелила, потом засушила, или засушила, потом много воды залила, или земля не такая получилась. Так вот, корневая загнивает еще от переизбытка удобрений, и это тоже нужно понимать, знать и учитывать, когда вы хотите удобрять фиалки. Ну, на самом деле, не все так сложно, не все так страшно, просто это такие нюансы, на которые нужно обязательно обращать внимание. Если вы зимой подсвечиваете растения, как подсветить зимой растения, чтобы они росли и развивались, особенно фиалочки, я дам ссылку под видео, кому будет интересно, кто не видел, приглашаю, посмотрите. Для того, чтобы растение развивалось, росло, если вы зимой подсвечиваете, вы можете и нужно удобрять фиалочку зимой тоже. Конечно же, для меня, для себя, у меня очень тяжелая рука на удобрение. Я даже с микродозами умудрялась пережечь, немножко не даю. Ну, такая, я уже заметила, что это моя особенность такая личная, поэтому я об этом говорю. Может кто-то такой же, как я, да? Вот, поэтому я удобрения всегда даю меньше, чем нужно. Вот дозировка удобрения для фиалок. Это тоже очень важный момент, потому что обычно пишут на этикетке, да, вот столько-то, столько-то на литр воды. Когда меня, допустим, спрашивают, Юля, а сколько вы разводите, какую дозировку вы даете, там, Планта Котта или Петерсца, я стараюсь не отвечать, потому что нужно смотреть на упаковке, что написано, да, потому что каждый производитель, может, какой-то другой человек там что-то зафаксовал, и я вам скажу свою дозировку, а вы посмотрите, сделайте, как я, у вас на упаковке совсем другое. Поэтому не важно, кто вам что говорит, если вы купили удобрение, вы взяли и прочитали дозировку, которая должна быть. Для фиалок, если вы хотите удобрять не в каждой полива, допустим, раз в две недели, вы смотрите минимальную дозировку, указанную на упаковке, и делите ее на два. Если там написано 20 грамм на литр воды, минимальная дозировка, да, вы берете эти 20 грамм, делите на два и получаете 10. Можно разделить на три, то есть давать одну третью. Ничего плохого вы фиалки не сделаете, если вы ее не докормите, хуже, если вы ее перекормите. Поэтому, когда вы собираетесь удобрять фиалки, вы внимательно почитали этикетку, так, дозировку увидели. Лучше, лучше, если это, да, не проверено удобрение, еще не знаете, как разделить это все на три и одну третью дозировки давать. Часто растения удобряются, как правило, половину или одну третью от минимальной дозировки, указанной на упаковке. Удобряются также, как взрослые, через месяц после пересадки. Это тоже нужно понимать. Но дозировка берется 1 к 20. Детки лучше не надо их сильно кормить, запихивать. Они не любят этого. Детки плохо растут, когда вы их будете закармливать. Чтобы детки хорошо росли и развивались, им нужна дозировка 1 к 20 от той дозировки, которая указана на этикетке минимальная. Значит, взяли, разделили на 20, приблизительно вот так вот поливаете. Поливать какой интервал полива? Я опять же повторюсь, что я склоняюсь к тому, что лучше поливать в каждый полив микродозами. Ну, есть девочки, которые не любят так поливать. Можно просто попробовать. Это, знаете, не такое дело, что там что-то надо строить, чтобы попробовать, как лучше для вас поливать. Для себя просто определитесь и попробуйте. Часть полить в каждый полив, а часть, допустим, раз в месяц или раз в две недели. Да, вот тоже читаем на упаковке. Там все написано, поливать с каждым поливом 7-10 дней. Да, вот все написано, не надо ничего придумывать. Каждое удобрение, каждый производитель пишет, как его применять. Значит, применили, взяли минимальную дозировку, разделили на 3, для деток разделили на 20. Дальше, микродозы. Почему я еще использую микродозы? Потому что у меня всего много. И мне очень сложно запомнить. Да даже когда у меня было мало фиалок, вы знаете, я не знаю. Я вот это, я поливала, а я ее удобряла. А я это, и я вот это все время, у меня вот эта голова дырявая. Я вот это думаю, ну когда же я все-таки буду записывать, когда я их поливала? Ну, в общем, я таки не стала записывать. Потому что пришел момент, когда стало растений столько много, что просто физически ты не запишешь каждое растение. Ты там удобрила сейчас, удобрила потом, удобрила не потом. В общем, я делаю так. Я сейчас вам покажу, как я делаю. Берется палочка, вот палочка, которую я подписываю. Можно любое другое. Я макаю ее в воду. Вот обыкновенная вода. Макаю в воду. Перед вами Петерс Профессионал Универсальный. Вот это вот все макаю вот в. И вы видите, сколько прилипло. Все. Вот эту всю дозировку я развожу на ведро воды. Еще раз повторюсь. На ведро воды. Я развожу вот такое количество удобрения и поливаю все фиалки в один ряд. И даже если я пересадила фиалку, я все равно ей ничего плохого не сделаю, если я чуть-чуть вот такой водичкой ее полью с чуть-чуть удобрением. Детки очень хорошо отреагируют на вот такой вот полив. Мне нравится. Они не перекармливаются, они не жируют. Можно немножко увеличить, но это уже нужно индивидуально подстраиваться. Ну, этой дозировки на 10 литров воды и в каждый полив я поливаю все детки. Так, взрослый тоже раньше так поливала. И тоже хорошо росли. Меня устраивало. Но, как я уже раньше и говорила, опять же, под видео дам ссылку на видеоролики, где я рассказываю о таком удобрении, как плантакод или осмокод. Это длительное водительство. Вот такие вот шарики. Шарики эти, это спасение для меня, потому что для меня взрослые лучше всего это подсыпал и забыл. И просто водой их потом поливаю. Значит, то же самое. Если вы решили использовать осмокод, осмокод я подсыпаю, взвесила, минимальную дозировку, которая указана на упаковке. И вот эту минимальную дозировку немножко уменьшила хотя бы на 2-3 шарика. То есть, я делаю меньше. Во-первых, очень важно понимать, что осмокод, вот плантакод, он тоже, он растворяется зависимо от температуры. И когда лето, этот процесс растворения ускоряется, можно немножко подпортить саму фиалку тем, что она начинает просто и прет. Она вот вся изгибается, выкручивается. Я пробовала, пересаживала в горшки, давала максимальную дозировку. Ни в коем случае осмокод, плантакод максимальную не давать. Берите минимальную, уменьшайте ее на хотя бы на пару шариков, 2-3 шарика, отнимайте. То есть, какой-то вот процент убирайте, потому что лучше не докормить фиалки. Это такой закон у нас. Следующий момент, опять же, когда мы с вами решили использовать осмокод, очень хорошо растут и детки на нем. У меня такое количество деток, потому что я нереально просто это все подсыпать. Поэтому я вот эти шарики, я подсыпаю в стартеры и в взрослые. И подсыпаю не тогда, когда я посадила, а подсыпаю именно после того, как растение укоренилось и начало расти. То есть, через месяц-полтора от пересадки, можно чуть больше. Потому что, как я уже говорила в начале, в торфе, в самом торфе после пересадки полно веществ, которые питают растение и ему будет хватать. Особенно фиалки. Потому что фиалки, они не такие прожорливые, допустим, как те же стриптокарпусы. Хотя тоже все это опыт и нужно каждому растению, знаете как, подбирать именно те условия внесения удобрения, которые подходят именно в ваших условиях. Может у вас в квартире очень жарко, поэтому вам нужно давать еще меньше удобрения. А может у вас прохладно и тоже нужно меньше. Потому что все вот эти удобрения, они расписаны для температуры 22, 23, 24, 25, для нормальной температуры воздуха. Поэтому это тоже нужно уточнять и знать. Можно, спрашивали у меня, можно ли удобрять цветущие фиалки? Да, можно и даже нужно. Потому что фиалки цветущие очень нуждаются в том, чтобы они росли, развивались, чтобы они питались откуда-то. Они же цветут, они же закладываются. Особенно, особенно, очень много требует фиалка, когда у нее происходит закладка бутонов. Когда идет бутонизация, фиалка очень нуждается в удобрении. Поэтому, если вы удобряете раз в месяц, такой вот промах, да, у вас в середине месяца началась бутонизация, а вы такие смотрите, что же делать. Ну, надо уменьшить дозировку и подобрить фиалочку, чтобы у нее было питание, за что взяться. Потому что, если фиалки не хватает удобрения, и детки, и листики, вот всех, и взрослых, и стартеров, они желтеют вот снизу, и, ну, уже не то, и сразу нужно бежать и удобрять. Но, опять же, удобряем, лучше фиалку немножко не докормить, чем перекормить. Это такое правило, которым нужно следовать всегда. Какое удобрение использовать? Удобрение я говорю, вот как я делаю. Я взяла, спросила у одной девочки. Одна девочка мне сказала, что у нее вот это, ей везут специально из Европы удобрение, там, это, это. Так она мне не сказала название. Второй девочке спросила. Она говорит, да я пошла, взяла себе там, какой вермисол, какой из простой, попробовала и понравилось, удобряю. Потом я решила все-таки обратиться к специалистам, которые, я считаю, да, выше меня во всех отношениях по поводу фиалок. Я обратилась к Елене Лебецкой, спросила, какое удобрение вы используете. Елена мне говорит, я использую Petters Professional, вот такой формулы, универсальный и укоренитель. Опять же, под видео я дам ссылку, просто напишу название вот этого удобрения, чтобы вы понимали, о чем я говорю. И у нее все растения, да, вот у Лены, выращены именно на Petters'е. И я тоже пробовала Petters'а, вот как выглядит оригинальный Petters'а, он не зеленый, не синий, он такой вот прозрачный. И на выставках фиалок очень часто его продают, можно поискать в интернете, тоже продается это, это профессиональное удобрение. Если нет возможности купить другое такое, ну профессиональное, значит мы взяли с вами удобрение. Это еще одно основное правило, о котором я хочу рассказать. Мы взяли с вами любое удобрение, даже Petters, я сказала о Смокоте, любое, какое вы только не взяли упаковку, вы обязательно должны это все дело проверить на одной-двух розетках, ну трех, ну четырех, ну сколько вы можете выделить, да, вот подопытные кролики. Выделили и знаете, что вы этим полили и хотя бы не месяц, не два, а хотя бы три-четыре месяца поудобряли этим удобрением. И когда вы уже увидели результат, когда вы увидели, что да, растения растут и все хорошо, вот тогда можно поливать всю коллекцию. Потому что многие очень опытные иногда накалываются, что взяли партию, партия какая-то не такая, ну все люди, все ошибаются. Поэтому нужно себя перестраховать и каждый раз проверять на своих фиалках новые партии удобрений, новые партии твой почвы. Чуть дальше сниму видео, расскажу, как определить почва, хорошая или плохая, тоже очень важный момент. Поэтому в удобрениях вот это тоже очень важно. Значит, основные моменты еще раз. Первое, удобряем на влажную землю. Второе, делаем минимальную дозировку, уменьшаем еще в три раза и удобряем. Удобрением обязательно проверяем новое на своих фиалочках, которые у нас подопытные, а потом уже через 3-4 месяца внедряем это все в жизнь в вашей коллекции. И весну, растения с зимой, если они не подсвечиваются и летом, не удобряются, когда очень жарко. Потом, очень важный момент, можно попробовать использовать удобрение в каждый полив микродозами, как я показала. И детки лучше всего переносят такой метод полива. Так, и удобряем, опять же повторюсь, на влажную землю. Это одно из самых таких правил, которые многие не учитывают. Ну, это надо понимать и надо учитывать, что земля должна быть влажной.